Так мало мы знаем, друзья, о тех людях, которых всю жизнь перед нами держали на пьедестале. В каждом городе стоят памятники Ленину. Но кто этот человек на самом деле, я думаю, узнаем ли мы вообще когда-нибудь? Какое-то чучело лежит у нас на Красной площади. Чье это чучело, друзья? Чье там мертвое тело, напичканное какими-то, наверное, может быть, это солома внутри напихана, потому что понятно, что ничего другого там уже не может быть. Но мы продолжаем в каждом городе не возмущаться тому, что стоят памятники Ленину. Провинция тем более все стерпит. В провинции все это осталось. Я выросла в поселке Шахтерском. Это край земли, друзья. Это Магаданская область, Анадырский район. И у нас посреди площади, перед основным культурным центром, это клуб, который был у нас, стоял тоже бюст Ленина. И мы все демонстрации, все праздники, все проводили вокруг этого бюста. Да на кой он нам сдался, друзья, этот бюст? Зачем он нам был нужен? Зачем такое моральное подавление молодежи и граждан страны вот этими бюстами, фальшивыми биографиями, которые с тех пор так и продолжают жить вместе с нами, в нашей жизни? А значит, они отравляют нашу жизнь ложью. Вот наткнулась на такую статью я про Ленина. Но прежде чем расскажу про статью, то скажу вам свои впечатления о Ленине, которые мне поведала моя знакомая, ей тогда было 83 года, это Ольга Бирюкова. Она жила в Женеве, была дочерью Бирюкова, того самого, кто был другом Толстого, Льва Толстого. И Лев Толстой финансировал двух человек. Это Бирюкова он отправил в Женеву, чтобы там его наследство не забывали, а развивали. И Чертков, который уехал в Англию и также издавал газеты лично для Толстого. Такие вот свои щупальца распустил Толстой, чтобы о нем осталась какая-то память в народе. Он добился своего, память в народе осталась. Не просто, потому что его еще любили Ленин и Сталин, нужно же было кого-то возводить на пьедестал. Так вот, Ольга Бирюкова, она видела Ленина, с которым встречался ее отец. И последняя их встреча была в кафе Ландоль, который находится рядом с университетом, с библиотекой университетской, куда я тоже очень много ходила работать, чтобы изучать материалы по Пушкину, чтобы писать свои книги, статьи. В этом кафе Ландоль встречался Ленин с Бирюковым. Но он не был, конечно, тогда Лениным, и имя-то у него было не Ленин. Кем он тогда представился, Ольга не знала. Она знает, что это был тот, который после революции встал на пьедестал нашей огромной страны. Вот это она знала. Но поскольку она тогда еще была маленькой девочкой, то ей рассказывала мама. Мама с папой обсуждали приход Ленина, обсуждали его разговоры на кухне, конечно, за чайком. И вот то, что она слышала от своего отца, это то, что Ленин был крайне жестоким человеком, что человеком беспринципным, жестоким, кровавым и кровожадным. Вот то, что она слышала от своих родителей. Так вот этого кровожадного монстра нам поставили на пьедестал. И всех наших детей воспитывали. Когда был Ленин маленький, с кудрявой головой, он тоже бегал в валенках по горке ледяной. Вы помните эти пионерские звездочки, эти октябряцкие звездочки? Да что же нас всех так столбили? Сейчас мы говорим о чипировании, мы его боимся, а тогда нас столбили этим Лениным на грудь вешали. Вы понимаете, что нас с детства ломали, ломали нашу психику ненужными совершенно сказками, о каких-то идеалах, которых на самом деле не было. Итак, жестокий, жесточайший Ленин встречался перед отъездом с другом Толстого Бирюковым, и после этого Бирюков сказал, придя домой, «Этот человек через труп родной матери переступит, только чтобы достичь своей цели. Более жестокого я не встречал». Вот что сказал Бирюков. А он сам не такой же уж добряк был, человек, который был другом Толстого. Толстого. Толстой специфический человек был, как вы знаете, у него были различные странные наклонности и ориентации, и он деспотом был в своей семье. Так вот, что я вам хочу рассказать о том, кто такой на самом деле был Ленин, это только маленькая, возможно, частичка из того, что было на самом деле. Давайте открывать глаза, друзья, открывайте шире и слушайте. Мы должны знать правду. Мы не можем вот так умереть, как наши родители, которые тоже не знали правду, но они видели, что везде вокруг ложи, но они молчали. Молчали под страхом жизни и смерти, друзья. Поэтому и молчали. Не осуждайте своих родителей. Жизнь их была жестокая, нищая, страшная. Свой псевдоним Ленин получил благодаря поддельному паспорту. Никакой девушки Лены, реки Лены и прочей ерунды. На руках у подпольщика и опытного преступника с револьвером Владимира Ульянова был официальный паспорт, выданный на имя крупного помещика Николая Егоровича Ленина. Он им иногда пользовался. Большевики, лучшие среди них, были большими мошенниками. В 1900 году по возвращении ссылки в селе Шушенском Енисейской губернии Ульянов решает перебраться за границу. Выехать дали так. Царя он не отооценил, но готовился также и к выезду по подложному паспорту, который был украден. Нет, конечно, вы можете оправдывать, что им нужно было жить, но это были мошенники, большевики были мошенниками. Сталин грабил банки. Это вам рассказывают сегодня сказки, что он грабил их с целью накопления капитала на большевистскую революцию. Ха-ха, друзья. Но не плюйте вы сами себе в глаза. А Ленин ходил с револьвером и воровал паспорта. Так кто такой был Николай Егорович Ленин, чьим паспортом пользовался Ленин? Николай Егорович Ленин родился в селе Высоком, Ярославской губернии 3 февраля 1827 года. Он был весьма обеспеченным помещиком, владея двумя крупными поместьями 780 и 750 десятин. Десятина это чуть больше гектара в Ярославской и Вологодских губерниях. Было еще поместье в Рыбинском, это 115 га, и небольшое поместье в 28 десятин под Кирилловым. Тогда это Новгородская губерния, ныне Вологодская область. Свою жизнь Николай Ленин посвятил службе царю и отечеству по гражданской стезе. И в 1894 году 67 лет от роду вышел на пенсию в чине статского советника 5 класса. Это эквивалентно полковнику на военной службе. В 1902 году Николай Егорович умер. Сестра Владимира Ульянова Мария Ильинична была лично знакома с Сергеем Лениным, сыном Николая Егоровича, проживавшим в Нижнем Новгороде. Однако к моменту освобождения Ульянова из ссылки Ленин уже переехал в Петербург, где служил по Министерству земледелия и государственных имуществ в чине коллежского советника 6 класса. И сам Ульянов не сумел лично познакомиться ни с Сергеем, ни с Николаем Лениным. Ульянов, не застав Сергея Ленина в Нижнем, сумел встретиться с проживавшей там учительницей Веры Васильевны Лениной, дочерью помещика Василия Михайловича Ленина, крестного отца Николая Ленина. У Веры Лениной оказался паспорт ее крестного брата, и потом этот паспорт перекочевал в карман Ульянову. Как и почему, неизвестно. Может, подкупил девушку, а может, просто украл. Владимир Ульянов был моложе Николая Ленина на 43 года, поэтому в добытом паспорте пришлось прибегнуть к подчисткам. Вот чему нас учат биографии вождей. Вот этому учили нашу с вами молодежь. Почистить. Почистить нужно в паспортах. Вот кого у нас ставили на пьедестал. Или они ссылаются на то время, которое когда-то было друзья, но и у нас с вами сейчас не самое сладкое время. Тем более, что фотографий в тогдашних паспортах еще не было, а подробно описывались приметы владельца. Ленина всегда звали старик. И вовсе не за то, что он был семи пядей во лбу, а потому что выглядел намного старше своих лет. Знаете шутку про некоторые, что они рождаются со старыми лицами без возраста? Ну, таким был рано облысевший Ульянов. Сергей Ленин был расстрелян в 1919 году. Пашихонье. В порядке красного террора. А Николай Николаевич Ленин, сын человека, чей паспорт был украден, умер там же, в чекистской тюрьме от Тифа годом раньше. Ну и как вам? Ленин сводил счеты? Зачищал свои следы? Воровство паспорта? Не сберег Ленин своих лениных. Да и не надо было, как понимается. Они же помещики, классовые враги. А он решительно отверг свой классовый интерес в собственном классе, став вдруг в одночасье рабочим и крестьянином, который ни дня не работал и землю никогда не пахал. Я Таня Карацуба, Сеидбургхан. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok